Ты доволен тем раскладом, который получился? А если говорить о том раскладе, который в Госдуму получился, с точки зрения того, что как им будет приниматься теперь законы, даже их идиотские законы, это даже предвосхитило мои самые смелые ожидания. То есть такого нестабильного расклада, который могли получить, я думаю, что они будут более разумные, они сделают более стабильный расклад. Сейчас прямо как они будут все это протаскивать? Ну, то есть это очень любопытная дума с точки зрения как раз расстановки сил. И так называемое конституционное большинство, и сейчас распределение идет по комитетам, поэтому прямо власть делает все своими руками, чтобы создать самую разрушающую думу, которая есть. Причем самую разрушающую думу они создали прямо вот. Даже превосхитили. Я не предполагал, что такое количество долбодятлов они туда затянут. А что сейчас происходит с преследованием депутатов? От КПРФ? Ну, здесь надо понимать, что система, то есть количество всяких людей-погонов раскормлено колоссально. И они, попросту говоря, по работе она, стараясь от каких-то отсосать себе ресурсы, это не только там денежные, это там просто показать свою собственную значимость, иначе просто их надо всех увольнять. Они работают просто по такой, как машина. Понятно, что, ну, сразу могу сказать, что, конечно, там первое лицо, там, Владимир Владимирович, конечно, в это дело не знает, ну, то есть он знает, это знает, там, из отчетов СО, но он в это не лезет. И здесь я могу сказать, что он относится вообще к партийным структурам, скажем так, прохладно, потому что он понимает, что управляется все по-другому, и поэтому, в общем, если та или иная структура, в том числе и КПРФ, ляжет под нож или будет очень сильно потрепан, а для него это не является какой-то значимой величиной. Даже если, предположим, Государственная Дума исчезнет, для Владимира Владимировича это совершенно нормально. Поэтому он относится к этому. Вот, да, происходит, он, все его бы даже были комментариями, ну, все же по закону. Ну, это вопрос не то, что по закону, это просто ему не надо. Как Сенат не нужен, ему, он прекрасно понимает, что страна, он страной будет управлять исключительно силовиками. Тут куда более интересный вопрос, а вот какими силовиками он будет управлять, потому что, создавав такое количество противоборствующих внутри себя и между собой силовиками, вот он создал систему, которая неуправляема в принципе, потому что они между собой как раз недоговороспособны. Ну, собственно говоря, яркий самый пример еще при советской власти, когда на текстильщиках КГБшника убили МВДшники, и это было привело к серьезнейшим конфликтам, то сейчас таких внутренних конфликтов даже в рамках одной структуры огромное количество. Поэтому вот сейчас Владимир Владимирович создал систему, от которой он зависит больше, чем она от него. Зачистка сейчас и возбуждение уголовных дел про ее журналистов, это механическая система, просто механическая система, которая просто должна что-то продуцировать, продуцировать и оправдывать свои деньги. Ничего более. То есть в этом нет никакой несодержательной, ни идеологической части. В этом-то как раз и проблема, что там, где должна быть идеология, даже с точки зрения репрессивного механизма, ее нет. Она просто механическая. И самое-самое в этом плохое для самой власти, что внутри власти создается наибольшее количество оппозиционеров. Что я подразумеваю? Те, кто задерживают и те, кто оформляют документы, это принципиально разные ведомства. Не то, что ведомства, это принципиально разные люди. И тем, кому скидывают и заставляют исполнять вот эту грязь, вот эту мелочь, оно нафиг не надо. Они больше и больше зреют как раз вот именно внутренний протест. То есть такая итальянская запастовка. Не ждите, упаси Господь, вооруженных каких-то конфликтов внешних. Но вот эта итальянская запастовка внутри самих силовых ведомств, она сейчас прямо идет прям волной. И была, есть и будет. А так на интернет закрытием Ютьюба грозит? Я думаю, что это произойдет. Другое дело, что не в этой итерации. Для этого сначала нужно выстроить экономику. Хоть какую-то экономику. Потому что Владимир Владимировичу там свободу, ну и вообще в целом АП-шки, свобода слова или там влияние никакое не нужно. А вот для этого нужно сначала выстроить все нефтегазовые контракты. И после этого можно закрывать и, соответственно, условную площадку Ютьюба. Дмитрий, а вот сейчас закрытие сиентологов и так далее, вот религиозные свободы, нападки, это тоже идеологический враг? Нет, это не в том-то вся и проблема. Нет никаких идеологических врагов. Чисто механистическая система. Вообще нет, не может быть идеологический враг в той части, когда нет в самом государстве идеологии. Поэтому я супер умоляю. Не ищите идеологии в обычной, знаете, в крокодиле. Ну, крокодил, какая идеология? Сожрать, затащить, затащить под корягу, дождать, пока жертва сдохнет, а потом только тухлое мясо жрать, и все. Продолжение следует...